Доброго всем! Сегодня выходит очередное видео о несоосности в сопряжениях ГБЦ, в данном случае о биении клапана. В этом ролике мы также по многочисленным просьбам наших подписчиков покажем и расскажем о нашем самодельном индикаторе, в котором мы меряем биение клапана, проще говоря, поогнутость. Итак, в эксплуатации головки блока возникает целый ряд неисправностей, связанных с дефектами клапанов. Это мы, конечно, знаем. Помимо прочих дефектов, нередки случаи деформации стержня клапана вследствие удара поршня по незакрывающемуся клапану. Например, при обрыве ревня ГРМ, превышении максимальной частоты вращения и в иных случаях. О последствиях обрыва ремня и о случаях, в которых требуется менять привод ГРМ, мы рассказывали в предыдущем видео. Ссылка на этот ролик будет в описании. Биение тарелки клапана относительно оси вращения, то есть своей ножки, не должно превышать 2-3 сотки миллиметров, что является допустимым и составляет половину рабочего зазора клапана в направляющей втулке. Если наблюдается превышение этих параметров, при малых отклонениях до 5 соток можно исправить путем шлифовки фаски тарелки клапана. А при более конкретных биениях можно попробовать подровнять тарелку. Разберемся, как подровнять тарелку на практике. По большому счету, все такие деформированные клапаны подлежат замене. Однако в некоторых случаях, если придерживаться определенных правил, их удается восстановить. Разумеется, восстановление деформированных клапанов является крайней мерой и может использоваться только в исключительных случаях, когда не удается найти новые клапаны. Для этого необходимо править только впускные клапаны, биение тарелки которых составляет не более 4 десяток. Выпускные клапаны при работе двигателя испытывают значительно более высокие нагрузки, и их материал часто менее пластичен. Поэтому при деформации и при восстановлении может возникнуть трещина, которая под воздействием высоких температур и нагрузок быстро приведет к поломке клапана со всеми вытекающими последствиями. При большем биении свыше тех 4 десяток во время правки возможен вариант разрушения клапана. Кардинальный способ правки тарелки клапана достаточно легко делается в патроне токарного станка. Чтобы не повредить стержень, необходимо зажимать его в кулачки патрона через плотную бумагу. Далее легким ударом медным молотком или алюминиевой балланки, как в нашем случае по соответствующему краю тарелки, в направлении вдоль оси стержня производится правка. Практика показывает, что при деформации, то есть торцевом биении, тарелки менее 0,3-0,4 десятки, правка без больших затрат времени позволяет добиться биения тарелки. Фаски тарелки клапана около 3 соток. Этого вполне достаточно, чтобы далее просто притереть клапан седу с помощью абразивной паски. Еще раз подчеркну, что описанный способ ремонта клапанов не обеспечивает высокую надежность двигателя. Поэтому однозначно лучше отказаться от такого ремонта в пользу замены клапанов. Хотя и мы, хоть и не часто, но в согласии от клиента нет-нет, да и ровняем тарелки таким способом. Клапаны, которые бьют 5 соток и мини, как я уже говорил, мы исправляем на шлифовальном станке. У нас для этого есть специализированный станок итальянской фирмы Комик. Однако можно сделать и свое элементарное приспособление. Часто спрашивают, почему нельзя шлифовать клапаны с большим биением, которые мы ровняем в патроне. Отвечу сразу здесь, чтобы потом не отвечать в комментариях. Во-первых, шлифование займет уйму времени, сил и средств. Но это малая часть беды. Основная состоит в том, что шлифуя такой клапан, мы с одной стороны вышлифовываем тарелку клапана сильнее и намного больше, чем противоположно. То есть в этом месте тарелка клапана будет сильно утончена, и впоследствии здесь клапан будет перегреваться и в конечном итоге прогореть. Однако, прежде чем приступать к ремонту клапана, нужно определить размер того самого биения. Как же выявить погнутость клапана? Как правило, биение тарелки клапана невозможно определить на глаз. Визуально погнутость клапана можно увидеть только в случаях конкретной встречи клапанов с поршнем или между пуском и выпуском. В иных случаях на глаз сделать подобное невозможно. К примеру, вы не увидите визуально биение клапана в одну десятку, а этот параметр очень важен. Если клапан погнут на десятку, то тарелка клапана не приляжет плотно к седлу клапана, а значит в цилиндре не будет компрессии. Последствия, я так понимаю, объяснять не стоит. Биение, как я рассказывал, менее 2-3 соток, допустимое является половиной рабочего зазора клапана в направляющей втулке. А вот для того, чтобы увидеть превышение параметра биения и понять какой клапан погнут, мы и используем наш индикатор. Он у нас самодельный и сделать его не сложно и даже нужно. Покупать готовый дорого станет. Например, такой прибор, производственный в США, стоит порядка 350 евро. Отечественного производителя от 15 тысяч рублей и более. Часто просят озвучить параметры индикатора и показать, как он у нас выполнен. Сейчас мы рассмотрим его поближе. Это вот его рабочее состояние. Основание индикатора в длину составляет 10 сантиметров, ширину 7,5 сантиметров, высота 6 сантиметров. Разберем на детали и посмотрим, из чего он состоит. Итак, сама станина, платформа, упорная ножка, навесная консоль с индикатором часового типа. Для станины мы использовали профильный брусок. Вот какой он был, мы такой и взяли. Просверлили в нем отверстие под консоль. А с торца выполнили крепежный винт, который фиксирует эту консоль от вращения. Перпендикулярно этому отверстию, чуть со смещением просверлили другое отверстие для упорной лапки. И также сделали ее фиксацию. Резьба на прижимных винтах М8 стандартная. Для исключения погрешности от дефектов на поверхности ножки клапана, опорные части сделали из шариков от подшипников. Они повышают точность измерений. Шарики около 14 мм в диаметре и расстояние между ними 2 мм. В станине просверлили отверстия под них и раскирнили в этих сверлениях. Упорная лапка, сваренная с подходящей пластины и прутка. Диаметр штока 11 с чем-то, миллиметров. Пластина ширина 18, толщина 9, длина 62. Общая длина упора 11 см. Упор вставляется в отверстие основания прибора. Выбирается положение клапана относительно шариков упорных. И лапка фиксируется лентом. Как видите, сюда мы можем поставить даже такой огромный клапан. Для фиксации клапана в упорах сделали простенький поджимной механизм. Вновь пластина, сам поджим с пружиной и отверстие для фиксации поджима на консоли. Размеры длина 62, толщина 15, ширина 24. Отверстие под консоль 12 миллиметров. Диаметр поджима 9 миллиметров. Пятка 13 миллиметров. Фиксирующий элемент М6. Вот так поджимается клапан к шарикам. Померяем размеры консоли. Несущий штук диаметром 12 миллиметров. На него надета штанга с индикатором. Она диаметром 12 миллиметров. Бабушка 25. Вся эта конструкция удерживается на консоли при помощи вот такого хомута. На конце штанги просверлено отверстие, куда вставлен индикатор. И фиксируется он обычным винтом М6. Возвращаем на место индикатор. Надеваем поджим. Всю эту конструкцию вставляем в отверстие станины и фиксируем винтом. Далее вся эта конструкция элементарно настраивается. Фиксируются все элементы. Подводится индикатор к фаске клапана и также фиксируется. Прибор готов к замерам. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Обязательно ответим. И без аварийных вам поездок.